Лженаука очень многолика. Иногда пропагандист отвергнутых наукой идей выглядит респектабельно и даже академично, и с ним охотно вступают в полемику сторонники научной картины мира. А порой оратор смотрится так необычно, его риторика и аргументация настолько гротескна, лубочна и далека от того, что принято относить к науке, что многие задают вопрос, он серьезно? Да ну, он же шутит. А потом, да не может же быть, чтобы кто-то это воспринимал всерьез. Эй, долой снобизм, вылезайте из вашего информационного кокона, и вы будете поражены, насколько популярна истинно народная эрзацнаука среди широких масс. То, что я вам рассказываю, самое что ни на есть лженаука. Виталий Сундаков известная личность, но у Ютуб есть множество роликов с его выступлениями, и у некоторых миллионы просмотров. Содержание же таково, что человек, хотя бы чуть-чуть знакомый с историей, в страхе бежит, сбитый с ног потоком неординарных высказываний харизматичного оратора. У Сундакова своя академия. Он основатель русской школы русского языка. В 20-м году Виталий Сундаков выходил в полуфинал престижной премии в РАЛ. Как говорится в аннотации к одной из книг Сундакова, жрецы и маги, шаманы и колдуны, дервиши и курандера более четверти века делились с ним секретами и практиками о мире. А вот еще о Сундакове из прессы. Потомки великого конкистадора Кортеса заявили, что сочтут за честь принять его в число родственников. Человек-легенда, ушедший живым из племени каннибалов и победивший голыми руками четырехметровую анаконду. Это так! Клянусь своей треуголкой. Квинтэссенция подхода Сундакова сформулирована у него на сайте. Я сейчас процитирую. Это замечательно. Так как все наши уроки не являются научными трудами, то каких-либо научных доказательств всего того, о чем я говорю, русской школе русского языка не требуется и поэтому не будет. Как говорится, на этом можно было бы и закончить. Но выступления Сундакова популярны, а вот развернутой критики как таковой я не нашел. И кто-то скажет, ну зачем такое разбирать? В итоге, когда меня спрашивают о Сундакове, ссылаться не на что. Поэтому сейчас я на короткое время погружусь в эту параллельную реальность. Смотрим видео выступления Сундакова «Правда о Египте». Я сделал три научно-исследовательских экспедиции в Египет. Нарочно говорю, вот Египет – самая изученная территория страны. Все про Египет известно. Египтологи, конечно, сходу назовут длинный список вопросов о Древнем Египте, которые пока что не решены. Но на взгляд человека, далекого от египтологии, наверное, действительно про Египет все известно. Я возглавил экспедицию, у меня были в составе египтологи, арабисты. Их имен мы, конечно, не узнаем. Собственной версии, естественно, я приехал и говорю, вот давайте так, с чистого листа. Вы же ученые, профессора, академики, да, из разных стран, из разных. Диалогизированы, диалогизированы. Давайте представим себе, что мы инопланетяне вообще ничего не знаем про эту культуру и попробуем с чистого листа изучить, что же это такое, чтобы отбросить вот всякие ненужные представления. Подход может показаться разумным, непредвзятый взгляд. Однако нелегко заниматься исследованиями, не зная предшественников, не имея доступа к накопленному знанию. Вы, к примеру, собираетесь заново дешифровать египетскую письменность, как шампальон? Это ведь не могли сделать сотни лет. Вы собираетесь воссоздавать историю Египта, не читав даже Геродота, а таблицу умножения хотя бы оставим? Или все будем изобретать с нуля? Жизни не хватит. Такимет называлась в Тартарии, это земля, черная земля. Погодите, такемет, это по-древнеегипетски, какая Тартария? Вот говорю, что здесь происходило? Здесь вот жили фараоны, я говорю, а кто такие фараоны? Ну что вы уже совсем прикидываетесь? Я говорю, нет, я хочу, слово фараон, где у вас, на каких пергаментах, стелах, где-нибудь хоть написано? Они говорят, да кругом, вот-вот-вот. Нет, написано похорон по-русски, похорон. А где фараон? Нет, просто пэ-хэ читается, как фэ, я говорю, кто сказал? Почему я должен читать по-русски написанное похорон, как фараон? Погодите, по-русски? В древнем Египте писали не кириллицей и не латинскими буквами. Там писали и иероглифами. Виталий Сундаков неожиданно изучил иероглифику? Или, может быть, где-то слово фараон написано по-гречески? После покорения Египта Александром Македонским там распространился греческий язык. Тогда при чем тут пэ и ха? Да, греческое слово фарао начинается именно так, как пишем его мы, с греческой буквы фи. Пэ-ха это из латинского, а затем из английского написания. По латыни вот так. На каких стеллах, на каких пергаментах вы это увидели? Ну, может, какие-то поздние стеллы римской эпохи с надписью на латыни? Окей, но если прочитать на русский манер латинское фарао, то получится, прошу прощения, какое-то пхарао. Откуда взялся похорон? Исходное же древнеегипетское слово пер-а-а пишется вот так, двумя двузвуковыми иероглифами. Пер-а-а. А дословный его перевод – великий дом. Пер-дом, а-а-а – великий. В древнем Египте так называли царский дворец. Пусть господин Сундаков попробует прочитать это по-русски. К древнеегипетскому царю понятие пер-а-а долгое время не применялось. Его так стали иногда использовать только в новом царстве, в добавлении к официальным титулам правителя. Короче говоря, весь этот пассаж в жанре любительской лингвистики базируется непонятно на чем. Да? Потому что хоронили на этой территории Египта царей империи, не наместников Египта, а царей империи. А столицы этой империи были, последняя Москва, например. Доказывать я это, конечно, не буду. И цари империи похоронены там, поэтому они назывались похороны. Вы в Египте покажите мне хоть один колесей, иконный театр, бассейны. Это некрополь, там только погребальные услуги. Вы ожидаете увидеть в Египте колизей? Но колизей вообще-то название конкретного сооружения, амфитеатра в Риме. Театр тоже явление скорее греко-римское. Хотя в Египте греко-римского времени театры были. Один из них находится в Александрии. Там же есть и руины римских бань. Да, для туриста Зеваки Египет это пирамиды и некрополь долины царей. Но разумеется, только гробницами археология Египта никогда не ограничивалась. Начать хотя бы с того, что огромное количество храмов строились для живых верующих, во славу живых царей. Вокруг них проводились праздники, кипела жизнь, о чем говорят многочисленные находки археологов. Вот храм Рамсеса II, а вокруг него дома, склады зерна и так далее. Жилые дома и дворцы сохранились хуже храмов, поскольку строились не из вечного камня, а из кирпича сырца. Но тем не менее и они найдены археологами. Вот, например, руины царского дворца в Малкате, построенного Аминхотепом III. Но найдены не только дворцы, но и дома простых людей. Например, поселок ремесленников и художников в Дейр-эль-Медине. Найдены ремесленные мастерские, кузни, порты и бесчисленные текстовые документы, описывающие в том числе жизнь древних египтян, крестьян, торговцев, купцов, жрецов, архитекторов. Но если ты про Древний Египет не знаешь ничего, если ты инопланетянин, лишь прочитавший туристический буклет, то для тебя Египет – большое кладбище. Вот что у вас здесь изображено? Это горы, они говорят. А рядом с ним, говорю, трехголовый с крыльями – это кто такой? Они говорят, ну это такая химера, видимо, прислуживала горы. Я говорю, любого ребенка у нас в России спросите, кто с тремя головами с крыльями рядом с горыми? Ну, горыми же. Трудно понять, о каком изображении идет речь. Но, возможно, вот об этом из гробницы Рамсеса III. Таким же успехом можно было бы сказать, что древние русичи позаимствовали фольклорного персонажа у древних египтян. Хотя, скорее всего, между ними нет никакой связи. Подход, раз похоже, значит оно и есть, может завести далеко. Вот, например, изображение на внутренней стороне крышки египетского саркофага, найденного в Гарейфе. Ну, любого ребенка спросите, и он скажет, что это Марч Симпсон. Ну и что дальше? Будем искать в Египте могилу Гомера Симпсона? Вопрос в том, когда впервые в русском фольклоре появляется змей Горыныч. Я не специалист по фольклору. Могу лишь сказать, что впервые былины с участием этого чудовища записаны в середине 18 века. Вероятный прототип Добрыни Никитича, который в былине сражался со змеем, воевода князя Владимира Святославовича. Это 10 век нашей эры. А гробница Рамсеса III – это 12 век до нашей эры. Получается разрыв более чем 2000 лет. Впрочем, как последовательный альтернативный историк, Сундаков игнорирует любые датировки, если они не укладываются в рамки выстроенной им картины мира. Хорошо, говорю, как сказать, фараон, давайте фараон будем писать. Что здесь, что, где мы можем посмотреть артефакты этой цивилизации и культуры? Они говорят, ну вот, Каирский музей, центральный, да, Каирский музей, который отражает жизнь, быт, там, и все такое, царствование фараона. Заходим, я говорю, хорошо, вот это, что такое? Это одежда, в которой были фараоны. Я говорю, а что это за орнаменты славянские? Ну, это вот такие необычные для Египта, потому что они загробные и хорошо. Без картинки неясно, где оратор увидел в Каирском музее славянские орнаменты. Ну, поверим ему на слово. А вот из чего сделана одежда? Лен. Я говорю, а где в каком месте в Египте лен у нас там? Они говорят, нет, у нас никак, нет, там, очевидно, специально обученные люди. А, я говорю, специально обученный человек. Хорошо, новую категорию научную будем, специально обученный человек. В представлении дремучего инопланетянина Египет сплошная пустыня. Какой же там лен? Но вообще-то лен выращивался в долине Нила еще с неолита 7000 лет назад. Лен в Египте был основным материалом для ткани среди всех слоев населения. Бедняки и рабы носили льняные набедренные повязки, а богатые одевались более изысканно, но тоже в лен. Лен использовался для изготовления постельного белья, мебели, парусины, мешков, рыболовных сетей. Но для дремучего инопланетянина лен в Египте расти не мог. Так, а вот это что? А это вот васильковые венки, они были начали каждого фараона. Я говорю, а где васильки у нас тут в Египте? Они говорят, не, вы специально обучили? Да, специально обучили. Ну да, василек же растет только в России. Ни в Западной Европе, ни в Азии, нигде больше таких цветков никто не видел. Вообще-то васильки это более 700 видов, которые произрастают по всей Евразии. Особенно их много на Ближнем Востоке. Василек является национальным цветком Эстонии, неофициальным символом Беларуси. Это один из национальных цветков Германии и эмблема одной из провинций Швеции. А латинское название рода васильков – Центаурея. Согласно древнегреческому мифу, с помощью васильков кентавр Хирон исцелился от яда лирнейской гидры. Васильки очень давно завезли в Египет из Евразии и выращивали в фиванских садах. Эти цветки часто использовались древнеегипетскими цветоводами при плетении венков. Об этом писал еще Говард Картер. Но для древучего инопланетянина васильки в древнеегипетскую гробницу попали прямо с русских полей. Больше ниоткуда. А это что? А это темная тягучая жидкость, которой были залиты тела фарона. А химический анализ делают? Ну зачем? Ну что-то там, мешанины там, какие-то... Ну конечно, никто же бальзамирующие составы, которыми обработаны мумии, не изучал. Историки же идиоты. Они никогда не привлекают к исследованиям никаких смежных специалистов. Эту мысль Сундаков проповедует в самых разных выступлениях для доверчивых слушателей. Например, в видео, которое красноречиво называется «Идиотизм официальной истории». Ну вы же историки, вы и занимаетесь. А как заниматься, если методов анализа не существует? Там ни логики тоже опять не существует. Ни аналитических, если не привлекаются синергетически никакие другие представители иных наук. Да-да, совсем не привлекаются. Вы знаете, я просто залез в поисковик по научным статьям Академия Гугл и стал смотреть исследования древнеегипетских бальзамирующих составов. Оказывается, впервые химсостав средств, которыми обрабатывали тела мумий в Древнем Египте, изучал химик и археолог Альфред Лукас, глава правительственной лаборатории в Каире, в 1908 году. Внезапно этот химик входил в команду Говарда Картера, копавшую гробницы в долине царей. Нет-нет, не привлекаются представители иных наук. Химик – это другое. В 1932 году впервые для анализа мумий использовался флуоресцентный и спектральный анализ образцов. Анализ показал присутствие в бальзамирующих материалах битума и древесной смолы. Вообще таких исследований я нашел огромное количество. Вот книга 1943 года, 250 страниц, целиком посвящена анализам одной из мумий. Вот статья 1988 года. Четыре образца мумий из Британского музея. Бальзамирующие смеси исследовали с помощью жидкостной и газовой хроматографии. Показали, что там присутствует асфальт Мертвого моря. Вот статья 1992 года. Здесь масс-спектрометрия высокого разрешения, газовая хроматография и ряд других методов использовались для определения состава смолистого материала, извлеченного из оберток египетской мумии римского периода. Обнаружили смолу хвойных деревьев. 1997 год. Ряд образцов, взятых из египетской мумии из музея Гиме в Лионе, были проанализированы с помощью газовой хроматографии. Было обнаружено, что источником галовой кислоты в образцах является растительный танин. Я эти статьи упоминаю потому, что прочитал, что Сундаков вроде как в Египет впервые ездил в середине 90-х. К этому моменту большинство этих работ уже были опубликованы. И это крошечная часть массива исследований, о которых аудитории Сундакова знать нельзя. Это же рушит нарисованный им образ ограниченного, недалекого кретина-историка, ничего не знающего ни о каких естественных науках. Это придуманное, выпистыванное Сундаковым соломенное чучело он мастерски избивает. У этих господ это называется «задавать неудобные вопросы». Вопросы всегда задаются отсутствующему оппоненту. Вот удивительнейшая вещь – это и отсутствие квалификации, и отсутствие логики, и отсутствие мотивации. Лучше и не скажешь. Друзья, если вы хотите посмотреть продолжение этого видео, то подпишитесь на нас на спонсор, если вы в России, или на Бусти, если вы не в России. Наши подписчики получают доступ к эксклюзивным материалам, еженедельным новостям, лекциям и новым выпускам «Прожектора Лженауки». Субтитры создавал DimaTorzok